В Артемовском городском округе реализуется новый социально значимый проект «Вело Артем». Он разработан Приморской региональной эколого-социальной общественной организацией «Наследие» совместно с сообществом «Вело Артем» и объединением «Велодвиж». В мае 2024 года проект стал победителем конкурса социальных проектов «Море возможностей» от транспортной группы «Феска». Велоквесты и велогонка проходят по живописным лесным маршрутам в районе Дендропарка и Второй Плотины. Наша организация образовалась в 2019 году и одно из крупных, больших мероприятий, которые мы провели в 2019 году, это был доатлон, большая гонка, фестиваль спорта на Второй Плотине. И у нас там были бегуны и велосипедисты-гонщики. Всем очень понравилось, и эта идея с тех пор, ну, она меня никак не оставляла, потому что появились другие задачи, появился Дендропарк, много новых проектов в рамках Дендропарка, и было некогда заниматься спортивными проектами. Но все время про здоровый образ жизни я всегда думала. И тут так получилось, сложилось, что мы познакомились с Алексеем и велосообществом «Вело Артем», стали тесно сотрудничать по проекту Дендропарк «Кедровое озеро». Ребята приезжали, помогали на наших праздниках, и поступило предложение совместно провести здесь мероприятие, велогонку. Ребята решили провести на видовой площадке, старт сделать, вот, мы их поддержали. Ну, всем понравилось, мы решили продолжить. Велосипедистам придется пройти около 25 километров. Маршрут не для новичков, а для уже профессионалов. Будут сложные участки, придется пронести велосипед даже в руках. Гонка будет 29 сентября, мы еще подготовим несколько участков, так, чтобы меньше грязи было. Но все равно без грязи не обойдется. А как можно поучаствовать? Куда заявки подать или как вот людям? Мы сделали сайт проекта «Велоартем24.ру», там есть вся информация. Сайт в разработке, постоянно что-то добавляем, все новости там. Для участия в гонке нужно будет зарегистрироваться, для этого есть портал «Оргео», тоже все ссылки мы приложим. Чем ближе гонки, тем больше будет вводной информации, более подробной. И думаю, стартовые пакеты мы начнем раздавать и во Владивостоке, и в Артеме где-то за две недели до гонки. Места, ну, адреса расскажем где-то будет. Цель такого проекта – это в первую очередь создать условия для развития велодвижения и популяризации здорового образа жизни среди жителей Артемовского городского округа. В рамках нашего проекта «Велоартем» запланирован не только велофестиваль, но также велоквесты, которые уже запущены. Первый квест у нас находится сейчас на тестировании, уже получаем отклик, уже около 40 участников. Поэтому, в принципе, каждый в нашем проекте найдет свое предназначение. Даже если кто-то не сможет поучаствовать в гонке, поскольку он еще не продвинутый велосипедист, он сможет принять участие в квесте, и также на самом фестивале будет организовано много активностей, спортивных, интересных, развлекательных для всех наших велогонщиков. У организаторов есть уже опыт проведения таких гонок. Поэтому, пока велосипедисты будут покорять вершины, болельщикам тоже будет чем заняться, и они смогут поучаствовать в разных интересных мероприятиях. Мы сюда пригласили наших друзей, например, сахарную вату бесплатно делали. Или мы пригласили сюда фитнес-центр, спортивный клуб «Держава». Они здесь организовали соревнования со штангой и армрестлинг. В этом году мы, кроме них, еще приглашаем автошколу, которые будут разбирать сложные моменты про ДТП. То есть их задача автошколы – организовать стенд интерактивный, где люди могут задать каверзные вопросы. Потому что сейчас есть куча самокатов прокатных, велосипедов и много всевозможных ситуаций. Поэтому автошкола будет здесь, ну, кстати. Несколько спортивных школ приглашаем, чтобы они организовали нам разминки и тому подобное. Именно болельщикам будет чем-то здесь заняться. Гонщики уедут, у них это займет два часа, их тут не будет. А вот болельщикам будет чем-то заняться. Пока еще регистрация не открылась, но приблизительное количество участников будет более 50 человек. Напомним, велогонка пройдет 29 сентября.